Всем привет! Это видео о том, как отключить защитник Windows 10 Creators Update и убрать его иконку из системного трея. Некоторые из описанных способов будут также актуальны и для других сборок Windows 10. Windows 10 Creators Update версия 17.03 получила много функциональных улучшений. В том числе появилось новое приложение «Центр безопасности защитника Windows», ранее известное как панель управления защитником Windows. Данное приложение упрощает контроль над функциями безопасности и параметрами конфиденциальности. Однако, если вы пользуетесь сторонним антивирусом, то, вероятно, захотите отключить встроенную системную защиту, но можете столкнуться с затруднениями из-за нового непривычного интерфейса. Рассмотрим, как правильно отключить защитник Windows и скрыть иконку защитника в области уведомлений панели задач. Чтобы открыть интерфейс встроенного системного антивируса, в окне поиска Windows введите «Защитник» и выберите ссылку «Центр безопасности защитника Windows». Также, можно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке системного трея и выбрать опцию «Открыть». Чтобы отключить защиту, выполните следующие шаги. Нажмите кнопку «Settings» со значком шестеренки в нижнем левом углу экрана. В открывшемся окне нажмите ссылку «Параметры защиты вирусов и угроз». В следующей вкладке переключите положение переключателей «Защита в режиме реального времени», «Облачная защита» и «Автоматическая отправка образцов» в положение «Откл». В результате антивирусная защита защитника Windows будет отключена. Но имейте в виду, что через какое-то время защита снова включится автоматически, если в системе не установлено стороннее антивирусное решение. Поэтому это является временным решением. Конечно, вы можете периодически отключать системный антивирус каждый раз после его автоматического включения, но есть способы навсегда отключить защитник. Существует два основных способа отключения защитника Windows на постоянной основе – Windows 10. Но имейте в виду, что один из методов работает только в определенных версиях операционной системы. Так, редактор групповых политик является компонентом Windows 10 Pro и Enterprise. Для отключения защитника Windows с его помощью нужно выполнить следующее. • Кликаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выбираем «Выполнить» • Вводим GPEdit MSC и нажимаем Enter • Далее переходим в политику «Локальный компьютер» • Конфигурация компьютера • Административные шаблоны • Компоненты Windows • Антивирусная программа «Защитник Windows» • Там находим политику «Выключить антивирусную программу «Защитник Windows»» • Щелкаем дважды по политике • В открывшемся окне устанавливаем состояние политики на «Включено» и применяем изменения • После этого, в этом же разделе «Антивирусная программа «Защитник Windows»» • Переходим в папку «Защита в режиме реального времени» • Там находим политику «Выключить защиту в реальном времени» • Щелкаем дважды по политике • В открывшемся окне устанавливаем состояние политики на «Включено» • И применяем изменения • Защитник Windows отключается после выполнения данных изменений • Для восстановления функциональности приложения потребуется установить состояние политики на «Отключено» или «Незадано» • Также можно отключить системный антивирус в реестре Windows • Для этого, кликаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выбираем «Выполнить» • Вводим regedit.exe и нажимаем «Enter» • Переходим к ключу реестра по пути «hk-local-machine» • Software • Policies • Microsoft • Windows Defender • Если вы видите свойство с именем «Disable Antispyware» • Измените его значение на «1» для отключения защитника Windows • Если свойства не существует, нажмите правой кнопкой мыши по иконке «Windows Defender» в левой навигационной панели редактора • Выберите «Создать» • Параметр DWORD32BIT • Назовите его «DisableAntispyware» и присвоите значение «1» • Чтобы впоследствии восстановить защитник Windows, измените данное значение на «0» или просто удалите параметр • После этого, создайте в разделе «Windows Defender» подраздел с именем «RealTime Protection» • Для этого, кликните правой кнопкой мыши по иконке «Windows Defender» в левой навигационной панели редактора • Выберите «Создать раздел» • Назовите его «RealTime Protection» • В разделе «RealTime Protection» создайте параметр DWORD32BIT • И назовите его «DisableRealTimeMonitoring» • Присвойте ему значение «1» • Если в разделе «Windows Defender» уже будет подраздел с именем «RealTime Protection» • Перейдите в него • Кликните дважды на свойстве «DisableRealTimeMonitoring» и измените его значение на «1» для отключения защитника Windows • Если отключать защитник Windows с помощью локальной групповой политики, то данный параметр будет создан автоматически • Чтобы впоследствии восстановить защитник Windows, измените данное значение на «0» или просто удалите параметр • Центр безопасности защитника Windows показывает отдельную иконку в системном трее, которая видимо сразу после установки Windows 10 Creators Update. Она запускается при старте системы и появляется в системном трее. Операция отключения иконки не имеет побочных эффектов. Если вы хотите избавиться от неё, то выполните следующие шаги • Откройте диспетчер задач • Перейдите на вкладку «Автозагрузка» • Найдите строку «Windows Defender Notification Icon» • Щёлкните правой кнопкой мыши по данному пункту и выберите опцию «Отключить» • После выполнения этих действий, выйдите из учётной записи и авторизуйтесь снова • • В результате иконка «Защитника Windows» не будет показываться в области уведомлений • Если ни один из перечисленных способов вам не помог, вы можете попробовать использовать сторонние программы, которые предназначены для отключения защитника Windows в Windows 10. Но используйте данный метод только в крайнем случае, потому что неясно, какие именно действия программа выполняет в фоновом режиме и какие значения меняет в реестре • Рейтинг лучших бесплатных антивирусов, которые можно использовать вместо Windows Defender, смотрите в другом видео нашего канала, ссылка на который есть в описании • На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!